Привет, друзья! Сегодня мы разберем сюжет американской комедии 2014 года под названием «Плохое поведение». Для парня по имени Рик день начинается не самым лучшим образом, ведь он обнаружил свою маму Люси, лежащую без сознания на диване. Судя по съеденным таблеткам, которые женщина запивала алкоголем, Люси хотела побыстрее закончить пребывание в этом унылом мире. Рик сразу же звонит в службу спасения и обращает внимание на множество писем, разбросанных вокруг матери. В одном из них было написано, что Люси знает об отношениях сына с ее лучшей подругой, и Рик предполагает, что именно из-за этого мама решила свести счеты с жизнью. Затем мы погружаемся в воспоминания Рика и переносимся в начало этой увлекательной и безумной истории. Оказывается, что мама Рика Люси – алкоголичка, которая постоянно говорит о разводе со своим супругом, не обращая внимания на жизнь детей. Также у Рика есть сестра по имени Кристен, которая зарабатывает на жизнь тем, что танцует в клубах. Чуть позже приезжает отец Рика Джозеф. Мужчина пытается корчить из себя отца, но на самом деле ему нужна была лишь кассета сомнительного содержания, получив которую он сразу же сваливает. Чуть позже Рик отправляется на встречу с Джимми, владельцем стрип-клуба. Именно в этом клубе и работает Кристен. Джимми дает Рику задание, чтобы тот нашел танцовщицу, которая не вышла на работу. Парень приходит к ней домой и сообщает, что ее ждут на работе. Однако девушка не сильно горит желанием приходить в клуб, поэтому делает Рику небольшую услугу, чтобы тот сказал, что она заболела. После этого Рик направляется к своему другу Билли. На входе парня встречает горячая мама друга, которая явно неровно к нему дышит. Едва ли парни успели немного поболтать, как миссис Бендер отправила своего сына в магазин, чтобы остаться наедине с Риком. Женщина в два счета соблазняет парня и они занимаются любовью. На следующий день Билли и Рик обсуждают возлюбленную Рика Нину, в которую тот тайно влюблен с младших классов, но до сих пор так с ней и не заговорил. Неожиданно в их разговор вмешивается Карлиз и заключает пари с Риком на то, что парень не сможет сделать Нину своей девушкой в течение двух недель. Рик принимает вызов и ставит на это 1000 долларов, но затем к парню приходит осознание всех последующих проблем этого импульсивного поступка. Дело в том, что Карлиз сын влиятельного гангстера и если Рик проиграет спор и не сможет заплатить 1000 долларов, то может лишиться не только пальцев на руках, но и жизни. После этого Рикой является святая Лола, которая считается помощником подростков, появляющаяся в трудные моменты. Она мотивирует Рика и говорит ему, что он сможет добиться расположения Нины, сделав ее своей девушкой. Выйдя в коридор, Рик узнает, что Нина рассталась со своим парнем Кевином и это послужило сигналом к действию. Во время урока латыни преподаватель внезапно отправляется к праотцам, видимо, чтобы лучше изучить этот мертвый язык. Из-за этого ученикам дают выходной на целый день, чтобы почтить усопшего. Рик решает воспользоваться ситуацией и приглашает Нину на похороны учителя. Девушка соглашается, но именно в тот момент, когда к ним подходит Кевин, скорее всего, чтобы позлить своего бывшего. На следующий день ребята отправляются на похороны учителя. Сидя в машине мамы Рика, они слушают музыку, как вдруг Нина слышит песню Джоша Гарбина и восхищается этим исполнителем. Рик не придумал ничего лучше, как собрать о том, что лично знает Джоша, чтобы впечатлить девушку. Более того, он собирается пойти к нему на концерт и Нина, конечно же, просит взять ее с собой. Неожиданно в их машину кто-то врезается и оказывается, что это был священник с монахинями. Святой отец извиняется перед Риком и просит уладить это недоразумение без полиции, а в благодарность он починит его машину. Осознав, что теперь нужно где-то раздобыть билеты на концерт и пропуск за кулисы, Рик обращается за помощью к Джимме. Владелец клуба не против помочь, однако для начала ему необходимо оказать некую услугу. Рик должен раздобыть немного запрещенных веществ у местного дилера, с чем он прекрасно справляется, отсыпав себе немного веселых таблеток. Также Рику нужно было раздобыть машину, чтобы поехать на концерт, и он просит ее у миссис Бендер. Женщина согласна отдать автомобиль, но за небольшую интимную услугу. На следующий день, когда Рик пришел забрать машину, миссис Бендер просит его взять с собой Билли. Чуть позже ребята отправляются на концерт и по пути заезжают к Джимме за билетами. Оказалось, что владелец клуба просто кинул Рика, заставив посмотреть на Джимме-младшего, а затем просто закрыл перед лицом парня дверь. Нина подбегает, чтобы поторопить парней на концерт, как вдруг Билли замечает машину отца Рика. Ребята слышат стоны и, присмотревшись в окно, понимают, что в номере их отцы, которые развлекаются слегкодоступной девицей. Эта ситуация кардинально меняет планы на вечер и помогает Рику разрешить ситуацию с концертом. Он извиняется перед Ниной за испорченный вечер, но девушка даже не в обиде, ведь ей было очень весело. На следующий день ребята отправляются в школу, где им представляют нового учителя латыни, которая умирает в самом начале урока. Рика и Билли вызывают к директору за то, что они поспорили на то, мертва ли учительница или просто уснула. Директор хотел наказать парней, однако после найденного на него компромата в виде фотографии из женской раздевалки, резко поменял свое решение и отпустил их с уроков. Приедя домой, Рик общается с автомехаником, ремонтирующей машину его мамы. Оказывается, что на ремонт машины потребуется еще неделя, а взамен нее парень может выбрать любую из имеющихся в наличии. Недолго думая, Рик выбирает Астон Мартин и отлично проводит время с Ниной и Билли, до тех пор, пока их не останавливает полиция. Как оказалось, Астон Мартин принадлежит зловещему литовскому мафиози, держащему в страхе целых три округа. На допросе выясняется, что труп механика был обнаружен в багажнике машины мамы Рика, а он был важным свидетелем по делу литовского мафиози. И как только Рика собираются сделать подозреваемым в этом деле, на допрос врывается адвокат, направленная святым отцом, чтобы помочь парню. Под ее руководством они придумывают легенду, согласно которой отец Рика и есть главный мафиози, так как по стечению обстоятельств у отца есть бизнес в Вильнюсе. Рика отпускают, и он подвозит адвоката домой. По пути она находит веселые таблетки и употребляет их, думая, что это средство от головной боли. Девушка начинает приставать к Рику и приглашает его к себе домой, но парень осознает, что влюблен в Нину и уезжает к себе домой. Дома он обнаруживает, что его сестра Кристен устроила девичник и пригласила своих подруг в стриптизерш. Увидев это, у Рика появляется идея. Он предлагает Билли организовать дома стрип-клуб на одну ночь, чтобы заработать денег и тем самым перестраховаться, чтобы отдать долг Арлису, если вдруг с Ниной ничего не получится. Рика рассказывает о своем плане Кристен и другим девушкам и получает согласие. Неожиданно на вечеринку врывается миссис Бендер. Женщина снова пытается соблазнить Рика, и они уединяются на кухне. Горячая мамочка начинает удовлетворять себя подручными средствами, как вдруг в этот момент появляется Билли. Парень ошарашен увиденной картиной, а Рик просит увезти ее в другую комнату, чтобы она не испортила их план. Чтобы справиться с матерью Билли, Рик звонит Джимми и приглашает его на вечеринку. Веселье начинается, и парни зарабатывают очень хорошие деньги. Некоторое время спустя появляется Джимми, и Рик отправляет его к миссис Бендер. Также неожиданно на вечеринку приходит Нина, которая переживала из-за ареста Рика и хотела убедиться, что с ним все в порядке. Парочка уединяется в комнате, где обменивается любезностями и начинает сближаться, лучше узнавая друг друга. И буквально за мгновение до долгожданного поцелуя в комнату врывается миссис Бендер, а еще чуть позже появляется настоящий литовский мафиози. Начинается неразбериха, в ходе которой Нина узнает, что у Рика роман с мамой Билли. Девушка разгневана и хочет покинуть вечеринку, однако на улице она узнает еще и о том, что Рик поспорил на нее с Карлисом. Тем временем к дому стягиваются полицейские и журналисты, прознавшие про домашний стрип-клуб и разборку мафии. Начинается настоящий хаос, в ходе которого многих арестовывают и отправляют за решетку, в том числе Нину и Билли. А вот Рику повезло больше, поэтому на следующий день он приходит проведать друзей в полицейском участке. Там он узнает, что Нина испытывала к нему взаимные чувства, однако после произошедшего инцидента она больше не хочет его видеть. Вернувшись домой, Рик разговаривает с отцом по телефону, который оказался в литовской тюрьме из-за вранья сына. Парень понимает, что оказался в тупиковой ситуации, и мы переносимся в момент истории, когда маму Рика увезли в больницу после неудачного способа уйти из жизни. Рик полностью погряз в проблемах, поэтому он отправляется в церковь на исповедь. Там он рассказывает обо всем, что произошло, но когда речь заходит о миссис Бендер, священник выходит из себя, так как и сам любил провести время с мамой Билли. После церкви Рик встречает миссис Бендер и хочет раз и навсегда прекратить с ней отношения. Женщина соглашается, но все равно дает понять, что всегда будет рядом. Затем Рик направляется в больницу, чтобы проведать свою маму. Он ошибочно полагает, что она скончалась и принимается раскаиваться. Однако маму просто переложили на соседнее место. Женщина простила своего сына, и они наконец-то за долгое время смогли поговорить по душам. Люси уверяет, что Рик все еще сможет исправить все свои ошибки, и это его мотивирует. Однако его ловит Карлис, ведь Рик так и не отдал проспоренные деньги. Сын гангстера замахивается кувалдой, но так и не наносит удар по пальцам. Он говорит, что человек, сумевший потрепать нервы его отцу, становится для него другом. После этого Рик едет к адвокату и просит у девушки помощи в освобождении Билли из тюрьмы. Так как у парня нет денег, он устраивается к ней помощником. Освободив Билли из заключения, Рик снова возвращается в больницу к матери. Пробегая мимо приемного покоя, он не замечает там Нину, работающую на полставки. Рик смог договориться с адвокатом, чтобы устроить поступление своей сестры в Стэнфорд, а также сделал бумаги о разводе, чтобы мама смогла отпустить прошлое. Таким образом он исправил все свои косяки. Выйдя из больницы, Рик чуть не попадает под колеса автомобиля и в состоянии шока видит перед собой Нину. Девушка подслушала его разговор с семьей и поняла, что он не такой уж и плохой человек. Рик извиняется перед Ниной, а затем рассказывает о своих чувствах и целует девушку, которая отвечает ему взаимностью. Псс, друг, я хочу рассказать тебе один секретик. Мой друг Даня нашел способ зарабатывать от 5000 в день, просто играя в игру на телефоне. Честно, я и сам сначала не мог в это поверить, пока не кликнул на вот это вот видео и не убедился в этом лично. Как говорится, даже друзьям доверяй, но проверяй. Короче, способ реально рабочий, но чем больше людей о нем узнает, тем быстрее выкачают оттуда все бабки. Поэтому советую тебе не тянуть и посмотреть видео прямо сейчас. Кликай прямо вот сюда, потом спасибо скажешь. Пока-пока.